Физическая культура Физическая культура Катание на буерах и коньках В конце 19 века очень большой вклад в развитие теории физического воспитания внес знаменитый ученый Петр Францевич Лесгофт Он является основоположником физического образования и воспитания в России В 1896 году он организовал в Санкт-Петербурге впервые в России специальное учебное заведение которое занималось подготовкой преподавателей по физическому воспитанию Владимир Ильич Ленин в 1920 году издал указ об организации в Москве Государственного центрального института физической культуры Этот институт сыграл большую роль при подготовке специалистов по физическому воспитанию и в развитии научных исследований в области физической культуры В то время в нашей стране повсюду создавали спортивные площадки и физкультурные секции на фабриках и заводах Только в Москве насчитывалось 180 спортивных кружков, в которых занималось более 10 тысяч девушек и юношей В 1930 году в СССР был создан всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» Этот знаменитый девиз впервые прозвучал со страниц газеты «Комсомольская правда» в мае 1930 года «Комсомол обратился к каждому молодому человеку. Крепкие мышцы, зоркий глаз нужны каждому трудящемуся Предлагаем организовать испытания на право получения знака «Готов к труду и обороне» 23 октября 1974 года Москва была избрана Международным Олимпийским комитетом как место проведения игр 22-й Олимпиады В нашей столице в то время существовало около 55 крупных стадионов, 25 бассейнов, более 1200 спортивных залов, почти 300 полей для игры в футбол Более 2000 баскетбольных и волейбольных площадок, 150 с лишним теннисных кортов и еще очень много спортивных баз для различных видов спорта В пользу выбора нашей столицы говорил огромный авторитет советского спорта, который был завоеван победами на мировой спортивной арене С 1996 года в Российской Федерации были введены в действие новые программы физического воспитания школьников Программа на базе одного вида спорта, программа антистрессовой пластической гимнастики, авторские программы и комплексная программа Благодаря реализации и разработке этих программ удалось сохранить государственную систему управления в области спорта и физической культуры Зимой 2014 года прошло знаковое событие в истории российского спорта В России проходили Зимние Олимпийские игры Зимняя Олимпиада проводилась в нашей стране впервые, а Олимпийские игры в нашей истории Это были вторые после 22-й летней Олимпиады в Москве 1980 года Зимние Олимпийские игры начались 7 февраля и закончились 23 февраля 2014 года Зимняя Олимпиада в Сочи стала одним из самых грандиозных и значимых российских проектов за последнее время Практически с нуля были построены Олимпийский парк и горный кластер в Красной Поляне Модернизирована инфраструктура всего юга Краснодарского края КОНЕЦ Продолжение следует...